Мы сегодня начинаем необычный для нас семинар, посвященный тематике здоровья. Вести семинар будет Пётр Александрович Сафронов, философ наш и руководитель магистрской программы, я больше гостям говорю, доказательная образовательная политика. Добрый день, коллеги. Я рад представить наших сегодняшних докладчиков. Это представители кафедры социологии Российского университета дружбы народов Жанны Васильевны Пузанова и Анастасия Геннадьевна Тертышникова. Прошу, коллеги, ваш регламент примерно 40-45 минут выступления, потом короткие вопросы на понимание, затем дискуссанты, общая дискуссия. Спасибо. Спасибо. Я с вашего позволения начну, а потом моя молодая коллега продолжит, непосредственно расскажет результаты нашего исследования. Дело в том, что действительно представляем кафедры социологии РУДН и не только, но и социологическую лабораторию Российского университета дружбы народов, в которой проводится достаточно много исследований, касающихся студентов не только нашего УЗа, но и всех остальных. И касаемся разных сторон жизни студенчества, в том числе вот коснулись не первый раз этого вопроса здорового образа жизни студентов. Естественно, что мы, как социологи, рассматриваем его в первую очередь как ценности, отношение к здоровью как к ценности, социальной ли ценности, личной ли ценности. Именно с этих позиций нас и интересовал этот вопрос. Работали мы по разработанной не нами методике, но об этом более подробно расскажет моя коллега. И естественно, что уже ни у кого не вызывает никаких сомнений, что здоровье является ценностью. По всем опросам общественного мнения студенты, молодежь, взрослые поколения, если можно так сказать, зрелые люди, ставят здоровье на одно из первых мест среди жизненных ценностей. Другое дело, что с молодежью получается несколько странная такая ситуация, несмотря на то, что понимают важность, ценность здоровья, но мало предпринимается усилия по поводу его сохранения. И как только возникает такой парадокс, как только здоровье начинает ухудшаться или теряться, если заболевает человек, тогда он понимает его важность. С точки зрения социологии это можно рассмотреть, что здоровье из инструментальной ценности постепенно превращается в базовую ценность с возрастом. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, почему я в аннотации обозначал, не я, а мы в аннотации обозначали ценность или культ. Действительно сейчас возник миф о том, что здоровье превращается в такую культовую ценность. То есть молодежь любит заниматься спортом, вести активный образ жизни, и там среди молодежи даже существуют такие триады, которые они обозначают, сейчас скажу точно, как это, зал, бассейн, ПП. То есть в старшее поколение мы говорим, надо заниматься фитнесом, а у них вот этот ряд, зал, бассейн, ПП, это значит, у тебя есть личный тренер, ты ходишь в зал, и плюс ПП, это волшебное слово, правильное питание. Здесь ничего необычного нет, то есть там выдержанные белки, жиры, протеины и все остальное. И вот этот культ здоровья, если можно так обозначить, он на чем зиждется, с моей точки зрения. С одной стороны, это модно стало, да, это показатель того, что тебе доступно вести здоровый образ жизни. А с другой стороны, под этим кроется и вторая тенденция. Это культ тела, который распространен, если можно так сказать, в современном обществе, цивилизованном обществе. То есть показатель того, что человек может держать свое тело в хорошем состоянии, вести здоровый жизнью, это показатель благополучия, успешности и всего остального. Так вот, вот этот миф, опять же, почему мы поставили в кавычках миф о здоровом образе жизни студента, он, конечно, во многом может быть рассеян после того, как мы провели свои исследования, расскажем о его результатах и посмотрим, насколько действительно студенты придерживаются этого здорового образа жизни и так далее. А с другой стороны, мы все прекрасно знаем, что студенчество всегда относилось к той группе риска, в кавычках или не в кавычках, которая склонна вести нездоровый образ жизни с точки зрения того, что есть недосыпание, недоедание, непридерживание строгого режима, да, что вот трудиться надо. Помимо этого, там, если берем нулевые годы, десятые годы, очень большое количество курила и так далее. И третий момент, на который стоило бы обратить внимание, что студенчество, оно, конечно, во-первых, неоднородно, а во-вторых, студенчество – это, если можно так сказать, перефразировав классикой, передовой отряд молодежи. Да, а помимо этого, есть и другая молодежь, молодежь, которая учится в техникумах, колледжах, которая нигде не учится, которая живет в провинции, которая живет в сельских районах, где нет доступности вот этой красивой культа тела и культа здорового образа жизни. И у них совершенно другое отношение и к себе, и к своему здоровью, и к своему телу, если можно так сказать. Но это вот в качестве предисловия, исходя из, если можно так сказать, из каких посылок мы исходили, проводя вот это исследование. А дальше я передам слово своей коллеге. Единственное, хочу уточнить, что вот это исследование было проведено в двух московских вузах, это в Российском университете дружбы народов и в МГУ. И в некоторых моментах мы сравнивали, насколько отличается или нет. Ну и, конечно, есть в нашем вузе специфика РУДН, потому что в нем обучаются российские студенты и иностранные студенты, и есть разница в отношении к своему здоровью у россиян и у иностранцев. Спасибо. Добрый день. Я продолжу. Речь Жанна Васильевна. Что касаемо проведенных исследований, да, это было два исследования в двух вузах, 13-й и 14-й год. Вот, но помимо результатов, которые будут озвучены исследования, мы также сделаем небольшую ремарку того, что происходит сейчас, в 2017 году, ну, больше основываясь на данных Всероссийского центра изучения общественного мнения и других исследованиях. Значит, основная задача проведенных исследований – это получение информации об оценках студентами состояния своего здоровья, об их знании основных элементов здорового образа жизни, следовании правилам этого здорового образа жизни и так далее. Это был групповой опрос. Инструментарий, как уже было обозначено, был разработан с опорой на рекомендации международных социологических исследований. Вот. Что касаемо выборки, это 735 человек для МГУ и 799 человек для РУДН. Далее, ну, начнем, наверное, с такого самого, может быть, главного вопроса – это оценка состояния здоровья непосредственно самими студентами. Ну, как можно видеть из диаграммы, большинство студентов, что МГУ, что РУДН считают, что их здоровье хорошее. То есть это более половины опрошенных, либо очень хорошее, ну, здесь порядка, там, 10-13%. Но в то же время примерно четверть опрошенных студентов МГУ и 19% опрошенных студентов РУДН полагают, что их оценка состояния здоровья является средней. Вот. И еще есть к чему стремиться. Далее, один из параметров, одна из составляющих здорового образа жизни – это физическая активность. Здесь мы приводим формулировку Всемирной организации здравоохранения о том, что же такое физическая активность и что под ней понимается. Также выдержка из сайта ВОЗ по поводу рекомендуемых уровней физической активности. Но у них берется период такой возрастной, немножко большой для молодежи, конечно, 64 года уже вряд ли молодежь. Но, тем не менее, рекомендуемые уровни физической активности, они вот так же приводятся. Специалисты в области здравоохранения выделяют несколько важных правил здорового образа жизни, которым необходимо следовать. И вот в первую очередь, первое правило – это регулярные физические упражнения. Известно, что физические упражнения положительно влияют как на отдельные группы мышц, так и в целом оказывают благотворное влияние на организм, помогают сохранению высокого жизненного тонуса, повышают уровень работоспособности и так далее. Но студентам был задан вопрос относительно, скажем так, высокой физической активности, сильной физической нагрузки, которая является занятием аэробикой, катанием на велосипеде и так далее. За последнюю неделю на момент опроса не испытывали сильную физическую нагрузку порядка 38% студентов МГУ и 45% студентов РУДН. Для студентов в большей мере характерна именно умеренная физическая нагрузка в течение дня, вернее, в течение хотя бы одного дня в неделю. И такую физическую нагрузку испытывает порядка 70% опрошенных в МГУ и 57% РУДН. У тех респондентов, кто в течение недели испытывал сильные физические нагрузки, как правило, эти нагрузки занимали не более двух часов в день. Умеренная же физическая нагрузка занимает не более двух часов в день у двух третьих студентов обоих вузов. Что касаемо данных на 2017 год, по данным в ЦОМ, доля физически активных граждан среди как раз-таки 18-24-летних молодых людей девушек составляет 97%, но при этом дома занимаются лишь 20%. Также приводим такую небольшую, в качестве небольшой ремарки, в 2017 году в рамках, скажем так, ну такого пилотного проекта у нас проходил опрос школьников и студентов. Там тоже вопрос касался здорового образа жизни и профессионального спорта. И вот по данным этого опроса средняя оценка студентами и школьниками своей физической формы составляет 3,6 балла. Опять же, из этого же опроса был задан вопрос по поводу участия или не участия и школьников, и студентов в спартакиадах и марафонах. Ну и вот из данных диаграммы, я думаю, что видно, что больше половины школьников и 37,4% студентов никогда не участвовали в таких мероприятиях. Это что касаемо спартакиады, но что касаемо различного рода марафонов, здесь мнения разделились примерно одинаково. То есть примерно половина и школьников, и студентов принимала участие, и вторая половина не принимала. Далее. Компьютер, интернет, гаджеты и все то, чем живет нынешняя молодежь. В общем-то, без компьютеров, без ноутбуков сейчас сложно представить подготовку их занятиям. И обучение в университете и так далее. По данным, ну опять же, на 2013-2014 год, треть респондентов обоих университетов проводят за компьютером 2-4 часа в день. 17-21,2% до 2 часов в день. Понятно, что на сегодняшний день эти данные кажутся несколько заниженными. И использование всех этих гаджетов и современных технологий, они являются более частым явлением. Но стоит отметить, что стационарные устройства, они со временем становятся все-таки менее популярны. В большей степени это планшеты, ноутбуки, которые всегда можно взять с собой. Они используются все активнее. Помимо того, что это используется для подготовки дома, что вообще делают и чем занимаются в этих, скажем так, гаджетах нынешние студенты. По данным опросов ЦИОМ, интернет новой аэромобильных устройств к наиболее активным потребителям контента относятся именно молодежь. Ну это и понятно, бабушки у нас вряд ли будут сидеть в интернете и что-то там искать. Наиболее востребованными в социальных сетях тематическими сообществами и группами являются юмористические и на втором месте связанные со здоровьем. Также хочу отметить, что в нашем университете проходит мониторинг. Мы опрашиваем это сплошной опрос студентов первого курса и потом, спустя два года, сплошной опрос тех же студентов, но уже третьего курса. И одним из вопросов, который был задан студентам, был вопрос относительно их, ну скажем так, я не могу сказать, что это кумира, нет. Там вопрос касался того, на кого хотелось бы походить, на кого, кто является примером для подражания, образцом для подражания. И вот хочу отметить, что если на первом курсе, то есть два года назад, для ребят вопрос был открыт, и для ребят не звучало в ответах какие-то блогеры, отдельно взятые имена, то сейчас вот через два года это стало очень заметно популярно, и иной раз, когда даже смотришь открытые вопросы, смотришь фамилии, имена, и невольно лезешь в интернет, и пытаешься найти, а кто же это, и о чем же идет речь все-таки. То есть я к чему? О том, что есть также и достаточно много там и каналов, и телеграм-каналов, если брать в то же время и по правильному питанию, и по тренировкам, и все это есть, и ребята все это смотрят, и всем этим пользуются. Далее, оценка состояния здоровья и необходимость работать. Здесь вопрос стоит о том, что совмещение учебы и работы не зависит от здоровья студентов. По данным, получается, таким образом, что студенты из менее благополучных семей, чаще, чем их сокурсники из семей благополучных, вынуждены работать, чтобы иметь возможность себя обеспечить. Если обращаемся к данным в ЦИО, опять же, 17-й год, совмещение учебы с работой с годами становится в нашем обществе все более привычным. То есть если в 2006 году к этому относилось положительно порядка 67%, то в 2017 это уже 79%. И неодобрение высказывается сегодня лишь 18% против 24% ранее. По данным же исследования, проведенного нами, студенты из менее благополучных семей чаще, чем сокурсники из семей благополучных, вынуждены работать, чтобы иметь возможность обеспечить себя. Но повторюсь, что работает или не работает студент не зависит от здоровья студента. То есть корреляции между этими двумя вопросами ее нет. Далее. Вредные привычки. И начнем, в общем-то, с курения. Поскольку в настоящее время табак является одной из главных причин смертности в современном мире. Распространенность табачной зависимости очень высокая. И в качестве такого эпиграфа к этому слайду, сколько превосходных начинаний, даже сколько отличных людей пало под бременем дурных привычек. Несмотря на явный вред здоровью, множество людей, зачастую вполне отдающих себе отчет о пагубности данной привычки, продолжают курить. Но, согласно данным, полученным в обоих университетах, сегодня курение, ну как сегодня, несколько лет назад, достаточно редкое явление в их среде. То есть говорят о том, что употребляют табачные изделия лишь 13,7% студентов МГУ и примерно треть студентов РУДН. В то же время, обращаясь к данным ЦИОМ, за год доля курильщиков России, но здесь мы не берем только молодежь, как бы она отдельно не выделяется как категория, доля курильщиков России не изменилась. То есть это по-прежнему около третьей населения. Не принято, но останавливаюсь. А почему такой разрыв почти в два раза между МГУ и РУДН? Есть какие-то гипотезы? Ну, может быть, как гипотеза, опять же, специфика нашего университета, то есть у нас... У вас курят иностранцы. Что-то сомневаюсь в этом. У нас просто более лояльно, наверное, к этому относятся. У нас есть места для курения рядом с университетом. По крайней мере, пока за это не отчисляют и не выгодят. Вообще вопрос хороший. Что повлияло на то, что курят меньше? Почти в два раза. В то же время я хочу отметить, что если в 2013-2014 году не было такой распространенности, то сейчас очень распространены различные вейпы, электронные сигареты, кальяны и так далее. Это тоже курение, оно тоже вредит здоровью. Но этот вопрос как бы у нас не затронут по причине того, что ранее этого не было. Это вот набирает обороты именно сейчас. То есть даже ребята у нас, которые проходили педагогическую практику в школе, говорили о том, что старшеклассники 9-10 класс курят вейпы для того, чтобы бросить курить сигареты. То есть вроде бы школьники, вроде бы еще маленькие, но в то же время, чтобы бросить курить, они переходят на электронные сигареты. Далее, следующее из вредных привычек – это употребление алкоголя. По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем каждый человек в возрасте 15 лет и старше ежедневно выпивает 6,2 литра чистого спирта. Но в действительности алкоголь употребляют менее половины... Ешегодно. Ешегодно, извините. Но в действительности алкоголь употребляет менее половины населения, это где-то 38,3%. Однако, опять же, возвращаясь к данным опроса, потребление алкоголя, как и курение, не является серьезной проблемой для студентов. То есть, только 3,4% опрошенных МГУ и 4,3% опрошенных студентов РУДН, отвечая на вопрос анкеты, отметили, что употребляют алкогольные напитки регулярно. В те дни, когда респонденты принимали алкоголь, 26,3% выпивали около полулитра, 19,7% – около 250 мл, 13,8 л и лишь 5,2% – более 2 л. Если говорить в сравнительном аспекте молодые люди-девушки, то частота употребления алкоголя среди них существенных различий не имеет. Но если речь идет о том, что они выпивают по каким-то особым случаям, либо иногда выпивают здесь, девушки выпивают немногим чаще, чем мужчины. На сегодняшний день, август 2017 года, о том, что вовсе не пьют спиртного, Всероссийскому центру общественного мнения сообщили 47% 18-24-летних молодых людей. Потребление наркотиков. Этот вопрос был только в анкете, которая была в РУДН, поэтому в сравнительном аспекте дать не могу. Но 85,5% студентов наркотики не употребляли. Наркотики захватывают организм человека в кратчайшие сроки и просто так избавиться от их употребления не удается. То есть не получается так, что попробовал один раз, и дальше, в общем-то, впоследствии это перерастает в парализованную волю, и мозг человека сводится уже к тому, чтобы достать новую дозу. Еще одно важное правило здорового образа жизни – это сексуальное поведение. Точнее, нас интересовали еще методы контрацепции, количество половых партнеров. Вот в ответе на вопрос о том, за последние 12 месяцев, сколько у вас было сексуальных партнеров в зависимости от пола респондента, нами были получены следующие данные. То есть 42% респондентов за последние 12 месяцев имели одного сексуального партнера, 28% ни одного, 22% – это 2,3% и лишь 3,5% – более 8%. При этом в сравнении по полу количество девушек, у которых был один сексуальный партнер, выше, чем у юношей – 45,6% и 34,6% соответственно. Использование же контрацепции преследует две основные цели. Первая – это предотвратить нежелательную беременность, и вторая – это заражение заболеваниями, передающимися половым путем. Однако почти четверть респондентов за последний год не пользовались контрацепцией. 7,7% отметили, что имели половой акт более чем года назад, и лишь 3,8% пользовались контрацепцией иногда. Далее от таких физиологических вещей переходим к более эмоциональным. Эмоции играют в жизни человека очень важную роль, они влияют на все системы организма, и эмоциональное состояние – это не что иное, как индикатор состояния здоровья человека. Студентам был дан ряд вопросов, на которые мы предложили несколько вариантов ответов, и по большому счету, что получилось, вы можете увидеть в данной табличке. То есть около половины респондентов отмечают, что на момент опроса они были редко обеспокоены тем, что не беспокоило их раньше. Они чувствовали, что все, что они делали, стоило больших усилий, чувствовали подавленность, испытывали беспокойство и страх, имели проблему со сном, испытывали чувство одиночества. Все это было достаточно редко. Далее, иногда им трудно было сосредоточиться на том, чем приходилось заниматься, и часто или всегда ощущали надежду на будущее и чувствовали себя счастливо. Таким образом, можно констатировать достаточно позитивный эмоциональный фон опрошенных. Далее у нас привычки в питании и частота приемов пищи. Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства. Правильное здоровое питание обеспечивает нормальное развитие жизнедеятельности человека, способствует укреплению здоровья, профилактике заболеваний. В сочетании еще и с физическими упражнениями сокращает риск хронических заболеваний. Особенное значение правильное питание имеет для учащихся молодых людей, которые испытывают и интеллектуальные, и психологические, и эмоциональные нагрузки. И иногда не имеют возможности заниматься необходимыми для поддержания физического здоровья упражнениями. Одной из важных составляющих является именно частота приема пищи, то есть частота и регулярность. Молодым и физически здоровым людям специалисты по правильному питанию рекомендуют принимать пищу в течение суток три или четыре раза. Примерно две трети, то есть это 60,7% и 65,9% опрошенных питаются в соответствии с этими рекомендациями, то есть три-четыре раза в день. Четверть респондентов и 19,7% питаются два раза в день, и каждый десятый студент в сутки питается более четырех раз. Но на сегодняшний день, если смотреть, то, о чем говорила Жанна Васильевна, это правильное питание, это дробление приемов пищи на более частое и по чуть-чуть. То есть очень часто, по крайней мере, я сталкивалась с тем, когда студенты приходят на занятия и в перерывах со своими баночками, контейнерами начинают что-то кушать, и это происходит с такими интервалами довольно непродолжительными. Но еще одной составляющей является, конечно же, правильный полноценный завтрак. Он необходим для нормальной жизнедеятельности человека. И примерно две трети студентов МГУ и 59% студентов РУДН завтракают каждый день или почти каждый день. Но треть опрошенных студентов МГУ и каждый четвертый студент РУДН, что совсем немало, завтракают лишь иногда или вообще никогда не завтракают. Есть еще такой момент, как перекусы. По мнению экспертов, даже само желание перекусить между основными приемами пищи можно назвать нездоровым. Они считают, что это своеобразный сигнал организма, о неправильности формирования рациона. В этом отношении ситуация с питанием студентов выглядит не вполне благополучно. То есть для большинства из них перекус между основными приемами пищи – это обычное явление. То есть, может быть, не всегда удается даже пообедать в силу короткого перерыва, либо чего-то еще, и обходятся перекусами. По меньшей мере, один раз в день перекусывает почти четверть опрошенных студентов МГУ и больше половины студентов РУДН. Два раза в день перекусывает каждый четвертый студент МГУ и четверть студентов РУДН. Для поддержания здоровья организма необходимо, чтобы в ежедневном рационе были правильно сбалансированные белки, жиры, углеводы, витамины и так далее. Поэтому был задан вопрос о том, какую пищу студенты чаще всего стараются кушать. Мясную пищу как минимум один раз в день ест примерно половина студентов обоих вузов. Раз в два или три дня ест еще треть опрошенных. Раз в неделю реже – 12-19%. В своем ежедневном рационе питания обходится без овощей примерно каждый десятый опрошенный обоих вузов. Тех, кто не включает в свой рацион фрукты, также довольно много среди студентов. Это порядка 15%. И примерно половина опрошенных, как и в случае с овощами, едят фрукты не менее одного раза в день. Научные данные демонстрируют, что высокий уровень потребления соли имеет непосредственное влияние на организм человека и, в частности, провоцирует сердечно-сосудистые заболевания. Дневное же потребление соли, по данным Всемирной организации здравоохранения, не должно превышать 5 грамм, что соответствует примерно чайной ложке в день. Больше половины студентов обычно употребляют соль в пищу. И четверть опрошенных делают это довольно редко. Важность здорового питания для профилактики многих болезней – это устоявшийся факт. Источник здоровья, силы, бодрости, красоты и так далее лежит в правильном питании. Исходя из этого, студентам был задан вопрос, какую пищу вы стараетесь есть. И, ну вот, да, возвращаясь к этому слайду, 33,1% употребляют у нас все-таки овощи. Проблема, которая напрямую вытекает из неправильного питания – это избыточный вес. Ну вот, вначале была привезена такая шутка. Сижу на диете, сбросила 2 килограмма, голова перестала соображать, видимо, это был мозг. Что касается диеты, 82,3% студентов опрошенных диету не соблюдают, то есть мозг все-таки на месте. Среди тех, кто соблюдает диету, топ-3, скажем так, причин для ее соблюдения – это избыточный вес, медицинские показания и эстетические соображения. Почти, ну, на основании полученных данных нами был рассчитан индекс массы тела. Опять же, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, интерпретации этих показателей, которые были рассчитаны, получается, что почти 70% респондентов имеют индекс массы тела в рамках 18,5-24,9%. Это нормальная масса тела. Отклонения же от нормы примерно одинаково в обе стороны. То есть 13,7 обладают недостаточной массой тела, и 15,2, напротив, имеют избыточную массу тела. Это предожирение. Помимо предожирения, дальше есть ожирение первой степени, второй степени и уже третьей степени. Ожирение же второй и третьей степени отмечается у единиц и не носит массовый характер, к счастью. Но стоит оговориться, что индекс массы тела, он не является достоверным для детей с незакончившимся периодом роста и для лиц старше 65 лет, а также для спортсменов. Ну, я не думаю, что у нас все там 700 с лишним человек спортсмены с очень развитой мускулатурой, поэтому считаем все-таки, что почти 70% респондентов у нас соответствуют нормальной массе тела. Еще один показатель, который был рассчитан на основе антропометрических данных, это окружность талии на окружность бедер. Соотношение одной окружности к другой. Здесь риск развития сопутствующих ожирению заболеваний в значительной степени определяется особенностями отложения жировой ткани в организме. Наиболее неблагоприятным является абдоминальный тип ожирения, который сочетается, как правило, с комплексом гормональных, метаболических факторов риска и так далее. Практически каждый третий мужчина, то есть 26,9%, имеет абдоминальное ожирение, которое является фактором риска перечисленных заболеваний. Поскольку времени у нас осталось немножко, здоровый сон. Студенты спят мало и нечасто, но норма, по мнению экспертов, это 7-8 часов. Примерно 6-7 часов в сутки спит четверть опрошенных, почти треть 5-6 часов и еще четверть, не более пяти. Если сравнивать различные категории опрошенных, можно отметить, что юноши спят больше, чем девушки. Не знаю, с чем это связано. Далее, это заболевания и профилактика. Что касаемо заболеваний, в среднем студенты болеют примерно 2 раза в год. Но далеко не все обращаются за помощью к врачам. То есть порядка 18% занимаются самолечением. Если говорить о профосмотрах, допустим, профилактический осмотр стоматолога, который, как правило, проводится раз в год, то больше половины опрошенных, это около 70%, входят на осмотр к стоматологу один раз в год и чаще. И взаимосвязь вредных привычек и болезней. Это на самом деле вопрос был уже больше на знание, чем на поведение. То есть по мнению студентов, курение вызывает рак легких и во многом болезни сердца. Алкоголь, болезни сердца, психологические заболевания во многом являются причиной высокого кровяного давления. Физические упражнения могут, по их мнению, явиться причиной болезни сердца и высокого кровяного давления. Стресс вызывает психические заболевания. Наследственность может быть причиной как болезни сердца и психических заболеваний, так и рака груди и высокого давления. Употребление жирной пищи и избыточный вес ассоциируются с болезнями сердца и высоким кровяным давлением. Похожие проценты могут свидетельствовать о взаимосвязи двух понятий в сознании респондентов. И употребление в пищу клетчатки не оценивается респондентами как что-то негативное, потому что ни одна из перечисленных патологий не соотнеслась респондентами с этим. Но я думаю, что я, наверное, не буду уже подтверждать все это какими-то конкретными цифрами и выдержками с сайта Всемирной организации здравоохранения, поскольку это есть и в нашей статье. И, наверное, я тогда на этом закончу. Спасибо. Большое спасибо, коллеги. Сейчас есть возможность задать короткие вопросы на понимание докладчикам. Спасибо вам большое за доклад. Костицын Кирилл, студент магистратуры, доказательная образовательная политика. Скажите, вы связывали, получается, разные факторы, например, как при питании с социально-экономическим статусом. Было такое или я как-то недопонял? Вот предполагалось бы такое, чтобы вы, может быть, исследовали именно, как питается студент социально-экономическим статусом? Или, может быть, изменилось бы его питание с культурным капиталом этого студента? Спасибо за вопрос. Нет, данный аспект не рассматривался, мы не ставили своей целью рассмотреть какие-то влияния каких-то социально-экономических показателей, там, не знаю, материальной обеспеченности, чего-то еще. В принципе, студенчество, оно более-менее единое, и большого разброса там, ну, вы вряд ли найдете. Если там есть люди, которые высокого материального достатка, ну, может быть, их там единицы, да, и то же самое те, кто живут там на степене, условно, в полторы тысячи рублей. То есть, в общем и целом, это все-таки достаточно единая и цельная группа. Спасибо. Еще у нас был вопрос. Да, пожалуйста. Добрый вечер, спасибо большое за доклад. Студентка магистратуры и второй курс ДОП. Вопрос, когда проводилось это исследование? Потому что меня очень удивила таблица, связанная с эмоциональным состоянием. И как-то там все очень позитивно. Так ощущение, как будто там сессии не было. Еще, насколько я понимаю, в МГУ и Руден не как вышки, да, частота сессии два раза в год. То есть, как думаете, повлияло бы это ли на результат? Другое время опроса и частота сессии. Спасибо. Добрый день, спасибо за вопрос еще раз. Дело в том, что мы опрашивали наших студентов в марте месяце, и у нас это абсолютно не связано ни с какими сессиями, потому что в Рудене сессии нет, в принципе. У нас бессессионный процесс. На удивление вам могу это сказать. То есть, у нас идет рубежная аттестация и система набора баллов и так далее. То есть, если студент набирает баллы в течение всей работы, в семестре, то в январе он свободен. Сессия остается для двоечников, а это единица. Поэтому как бы соотносить с тем периодом, когда мы опрашивали, наверное, не имеет смысла. Что касается МГУ, я не могу сказать, в какой именно период они опрашивали. Да, прошу еще. Здравствуйте, Наталья Жулябина, институт образования, аналитик и аспирант. Хотела спросить, на чем основано то, что вы сказали, что курение является первой причиной смертности в России, алкоголь также. Мне просто стало очень интересно. зашла на Росстат, скачала данные, отметилась с 90 по 2016, и первая причина смертности – болезнь системы кровообращения, затем рак, и от алкоголя умирает 0,5%, то есть меньше 1% населения. Про курение нет вообще никакой статистики. Вы сказали, что это первая причина смертности в России. Меня это как-то удивило. Ну, наверное, ни в какой статистике не будет указано, что курение повлияло на смерть, да, потому что это последующий фактор. Курение влияет на появление рака легких, курение влияет на появление рака как такового, на болезни сердца и все остальное. Так же, как и алкоголь, нельзя определить, что он повлиял на смерть, только в том случае, если это алкогольное отравление. Если же это, ну, постоянное употребление алкоголя, это будет полиорганная недостаточность, болезнь сердца, отек мозга и всего остального. Ну, с этим и связано то, что нельзя так называть все прямыми словами, как люди, занимающиеся медициной, интересующимися этими вопросами, нельзя просто сказать, что смерть была от курения или от алкоголя. Есть постановление, просто это не совсем корректная лексика. Окей, спасибо, это скорее уже реплика, действительно. Есть ли еще какие-то короткие вопросы на понимание? Допрошу и подумайте. Смирнов, Академия повышения квалификации. У меня, во-первых, вопросы по процедуре анкетирования, вопросы такие, скажем. Вы эту процедуру проводили, это был, во-первых, анкетный опрос персонифицированный или анонимный? Вы перед опросом проводили какую-то беседу или нет? Сами анкеты создавались с экспертной помощью врачей или это была чисто социологическая разработка? Спасибо за вопрос. Что касаемо самого опроса, да, это было анкетирование. Анкетирование анонимное, как мы, впрочем, их проводим по большей части. Какой-то предварительной беседы не проводилось. То есть в шапке анкеты, как правило, обозначается тематика, обозначается форма по тому, как заполняется анкета, ну и прописываются там основные цели. Что касаемо медицинских работников, нет, они не привлекались. Это исследование чисто социологическое, поэтому их помощь нам не потребовалась. Еще вопрос. Вот второй или третий слайд, который вы приводили, там зависимость здоровья человека от целого ряда факторов, да? Вот я с удивлением увидел, что там нет, например, такой позиции, как образ жизни. Вот вообще откуда вы брали, второй или третий слайд, по-моему, откуда вы вообще брали эти данные, кто их разрабатывал? Впечатление, что это с потолка общезет. Вы имеете вот этот вот? Да. Это по данным опросов ЦО, из чего складывается здоровье. То есть образ жизни здесь, как бы, да? Если посмотрите литературу, то в любой литературе около 50% считается, что зависит от образа жизни. И потом, как можно определиться с такой точностью? Эмоциональное состояние 32%, экологическое посылку 28%. Окей, я думаю, что это тоже, скорее, уже реплика. Не, можно, я отвечу, если, с Ваши позволения. Давайте это вот уже сейчас в реплике, потому что у нас регламент ограничен. Никуда эти данные. Это субъективная оценка. Да, да, там есть. Алексей Сергеевич, пожалуйста, Ваш вопрос. У меня вопрос. Ну, вот Вы сравнили мнение студентов двух вузов. А, как бы, что Вы преследовали, что Вы хотели выявить с помощью этого сравнения? Спасибо за вопрос. Опять же, мы не ставили целью сравнения мнения студентов двух вузов. Просто оказалась такая ситуация, что мы работали по единой методике, и у нас потом появилась с коллегами возможность посмотреть это в сравнении. Мы преследовали целью изучить своих студентов, они преследовали цель изучить своих студентов. У нас была единая методика, методика разработанная, но уже раскрою карты, это профессора Ибрагима Эльса из Йоханнесбургского университета ЮАР. В этом исследовании участвует порядка 28 стран, которые называются, грубо говоря, развивающиеся. И туда входит, ну, начиная там с Киргизии, Казахстана, России, и заканчивая Турцией. То есть там большое количество стран, то есть это большое международное исследование. Мы его начали с такого небольшого исследования у себя. Спасибо. Если нет вопросов... Спасибо большое. У меня короткие тоже вопросы. Были ли какое-то сопоставление и сравнение студентов, те, которые москвичи, и не нужно было менять ни образ жизни, и приезжие, да, и те, которые все-таки учатся у нас по разным формам, это только очники, но платные и бюджетные, да? Что касаемо Москва и не Москва, мы не сравнивали, не смотрели. Что касаемо формы обучения, это только очное обучение. Леньков, ГУ. У меня такой вопрос на уточнение. Подскажите, пожалуйста, все-таки речь идет о студенческой молодежи. Вот какое сложилось, по Вашему впечатлению, отношение студенческой молодежи к тем занятиям, которые предусмотрены в рамках учебного плана? То есть одной из самых трудоемых дисциплин учебного плана является физическая культура. И второй вопрос относительно тех изменений социального пространства, которые произошли в последнее время в Москве. Вот там у Вас есть позиция, там занятия, допустим, велосипедным спортом и так далее. Вот как Вы полагаете, если сейчас проводилось подобное исследование, изменились ли бы цифры, на которые влиял бы вот этот фактор? Что касаемо физической культуры, если брать для примера наш университет, и даже более там локально наш факультет, то у студентов почему-то физкультура является самым проблемным предметом. То есть есть студенты, которые не посещают физкультуру один, два, три семестра, и потом это долго и упорно отрабатывают. То есть вплоть до того, что их не допускают к госэкзаменам, пока они не закроют физкультуру. Хотя университет предоставляет большие возможности, не только занятия физкультурой в определенное время, но также покупка абонементов, посещение различных видов спорта, начиная, не знаю, от фитнес-тренажерного зала и до большого тенниса, например. Но тем не менее она вызывает сложность именно в посещении и в том, чтобы ее закрыть в принципе. Что касается изменений на сегодняшний день, я думаю, что они бы были, поскольку сейчас активно продвигается спорт, активно идет программа ГТО, о чем тоже как бы у нас был ряд вопросов в небольшом таком пилотном проекте на 300 человек. То есть, что касаемо программы ГТО, например, если брать школьников, то основной мотивацией для школьников является получение дополнительных баллов при поступлении. И потом уже какие-то личные мотивы, желание чего-то достичь самим. Ну, то же самое у студентов, но мы уже здесь не берем тогда баллы. То есть это именно личная мотивация. Плюс развитие спортивных площадок, которые обустраиваются в каждом районе. Я думаю, что данные бы, наверное, были немножко другие. Спасибо. Нет, я даю небольшую паузу. Похоже, что вопросов у нас нет, но понимание. Мы сейчас можем перейти к дискуссанту, в которых я прошу держаться в пределах 7 минут. Вот первый дискуссант, заместитель директора Центра социологии высшего образования и Института образования Высшей школы экономики Наталья Геннадьевна Малашонок. Прошу. Коллеги, добрый день. Я в первую очередь хотела бы поблагодарить докладчиков за интересный доклад и за то, что обратили наше внимание на очень актуальную тему отношения к здоровью и здоровому образу жизни студентов и вообще, в принципе, российской молодежи. Действительно, здоровье – это одна из составляющих человеческого капитала, и от него зависят как успехи в обучении, так и будущая трудовая активность, качество жизни людей. Поэтому это очень актуальная и важная тема. В целом, Вы представили такое прикладное исследование, проведенное в рамках двух вузов, и было интересно посмотреть на частотное распределение. Но мне немножко не хватило помещения этих данных в контекст. Мне кажется, если это рассматривать как такое научное исследование, то было бы, может быть, полезно. Вот год назад мы в рамках работы над проектом по человеческому капиталу обращались к международным исследованиям, исследованию ценностей, исследованию жизненных ценностей населения и европейскому социальному исследованию. Там также, как и в Вашем исследовании, спрашивали респондентов молодого населения об субъективной оценке здоровья, о практиках потребления алкоголя, курения. И чтобы немножко дать этот контекст, могу сказать, что по данным 2011-2012 года, к сожалению, тогда не было доступно более поздних данных, мы наблюдали в сравнении страны некоторое отставание российской молодежи от стран с высоким ВВП, в их частоте употребления овощей и фруктов в пищу, их субъективной оценке здоровья, но при этом немножко их опережали в потреблении алкоголя и курения. Также контекст могут дать динамические данные, например, если посмотреть данные российского мониторинга экономики здоровья, то, например, в 2011 году молодежь в возрасте до 29 лет говорила, что 27% говорили о том, что они не употребляют алкоголь. А если посмотреть на данные 2015 года, выделить ту же совокупность молодых людей до 29 лет, то это было уже 42%. Вот вы, например, привели данные в ЦИОМ, это уже 47%, но, правда, для другой совокупности до 24 лет. И мы можем увидеть, что, в принципе, несмотря на то, что есть люди, которые употребляют алкоголь, употребляют много алкоголя, то ситуация скорее улучшается в доле людей, которые приходят в здоровый образ жизни. Там же есть данные по курению, я не буду о них говорить сейчас, вы можете посмотреть. Второе, то, что я, наверное, продолжу уже вопросы коллег, которые задавали их по поводу сравнения разных групп по социально-демографическим характеристикам, по экономическому положению и так далее. Мне кажется, что это очень интересно, и вам поможет даже в рамках прикладного исследования понять, а кто у вас в зоне риска, на кого стоит обратить внимание. Даже посмотреть по академической успеваемости отличников и двоечников. Тут даже как бы сразу так и не сказать, кто больше подвержен риску не вести здоровый образ жизни. Отличники, которые там спят очень мало, или двоечники, которые, может быть, больше спят, но, может быть, больше употребляют алкоголь и курение. То есть тут очень много гипотез, и было бы очень здорово, если бы с помощью ваших данных можно было бы их проверить. Также можно построить типы, например, по отношению к здоровому образу жизни, какие-то кластеры построить. Ну, то есть тут очень много можно поиграться с чем, что обогатит ваши уже существующие данные, которые вы собрали. И последнее, о чем я бы хотела сказать, что, несмотря на очень большую важность и актуальность этой темы, очень большой вопрос – это методология исследования, поскольку тут, ну, как бы, вы сами понимаете, субъективные оценки своего здоровья, они, ну, как бы, непонятно, насколько отражают реальную ситуацию здоровья. Кроме того, вот, если расчленять здоровый образ жизни на составляющую употребления алкоголя, сон, завтраки и так далее, то если относительно каких-то видов поведения известно, ну, как бы более-менее известно, экспериментальные исследования и доказательная база очень такая зыбкая, экспериментальные исследования очень сложно провести, заставить кого-то специально пить, кого-то не пить и сравнивать их. Вот, но если, например, относительно сна и употребления алкоголя, курения уже, ну, как бы, есть какие-то свидетельства о том, что это действительно ухудшает здоровье, то, вот, например, по поводу завтраков – это такая двоекая ситуация, потому что я часто встречаю те же самые мнения экспертов о том, что не нужно себя заставлять есть завтрак, если вы его не хотите, и, как бы, тут, конечно, о том, что, как бы, определенный вид поведения положительно или негативно сказывается на здоровье, тут, как бы, сложно однозначно иногда ответить. И это влияет на валидность ваших данных. То же самое с физической активностью. В целом, можно сказать, что, да, физическая активность положительно влияет на здоровье, но если они, некоторая физическая активность приводит к травмам, к ухудшению хронических заболеваний, то есть, как бы, она, например, не под присмотром тренера и выполняется с какими-то нарушениями, это может приносить вред здоровью, но с помощью анкеты вряд ли вы сможете это отследить и действительно вот эти вот корреляции посмотреть. Вот. Ну, в целом, это все. Спасибо вам большое за исследование. Спасибо большое, Наталья Геннадьевна. И я хотел бы передать слово нашему второму дискуссанту, директору аналитического центра Высшей школы экономики, ведущему эксперту Центра социального подпринимательства и социальных инноваций нашего университета, Ине Борисовне Назаровой. Я, в свою очередь, тоже хочу поблагодарить наших коллег за проведенное исследование. И хочу сказать, что это не первое исследование, которое проводится как в МГУ, так и в Российском университете дружбы народов. И я знаю, что в этих университетах, по крайней мере, в университете дружбы народов, есть хорошие традиции, когда после проведенного исследования предпринимаются какие-то управленческие решения, направленные на улучшение положения студентов, их образа жизни и каких-то других факторов, которые способствуют улучшению или сохранению здоровья. Я хочу сказать о том, что у меня тоже были исследования, связанные со здоровьем, в том числе среди студентов. И я делала небольшой обзор, порядка 40 исследований по российским вузам. Достаточно популярные исследования в российских вузах, связанные с ситуацией здоровья наших студентов. Вопросы задавались разные, но в той или иной степени они перекликались и перекликаются с вопросами, которые задавали наши коллеги. Я хочу сказать, что, наверное, московские ведущие вузы все-таки имеют более позитивную ситуацию, чем вузы по России, за исключением разве что медицинских вузов, где студенты более информированы и больше следят за своим здоровьем. Я хочу сказать о том, что наши коллеги обратили внимание на то, что молодые люди, студенты достаточно позитивны. И вообще речь шла в таких позитивных терминах о том, что большинство придерживаются здорового образа жизни, большинство не курят. Но хочется обратить внимание на то, что все-таки даже 10% употребляющих наркотиков – это много, 30% курящих по российским вузам – это много, употребляющих алкоголь, ну, в различной степени до 80% – это тоже много. И что касается репродуктивного здоровья, смена партнеров, например, у мальчиков с 17 до 19 лет, смена до 12 партнеров – это тоже очень много и очень опасно для здоровья молодого поколения, которое в студенческие годы еще развивается, еще устанавливается, но уже нацелены не только на свою карьеру, но и на создание семьи, и в некоторых случаях на рождение детей. Хочу ответить на некоторые вопросы, которые, может быть, были заданы здесь, но не в должной степени нашли ответ. Вот несколько лет назад было проведено исследование также в РУДН, где как раз сравнивались студенты по трем группам, по крайней мере, это иностранцы, российские приезжие и москвичи. Так вот, в самой худшей ситуации находятся российские приезжие студенты, которые, оказывается, и не привыкли к воде, и не привыкли к московскому воздуху, которые не могут наладить правильно свое питание, которые не могут правильно обустроить свой быт в общежитии, которым не хватает совета взрослых. У них с оценкой здоровья наиболее, так сказать, они оценивают его наиболее низко. Что касается самооценок здоровья, то существует теория, которая уже давно подтверждена многократно. Самооценки совпадают с объективными оценками врачей и соответствуют. Если человек считает свое здоровье плохим или средним, то, скорее всего, так оно и есть, за редким исключением. Это большие исследования были проведены в Вологде, Римашевской, на очень большом контингенте. Поэтому некоторые выводы можно сделать. И все-таки нужно помнить, что это прежде всего социологическое исследование, которое основано на самооценках. Здесь не были действительно привлечены врачи, не было, собственно, как я понимаю, такой цели. Но те данные, которые были получены, действительно позволяют выявить группы риска. И совершенно очевидно, что есть группы риска, которые требуют наибольшего внимания и какой-то прицельной работы. Если посмотреть опыт различных вузов, которые реагировали на исследования социологические, связанные со здоровьем студентов, то некоторые из них действительно проводили эксперименты, какие-то лекционные курсы устраивали, какие-то консультационные мероприятия, и замеряли, что ситуация в группах, которые, так сказать, принимали участие в консультационной работе, изменилась. У них появилось больше знаний по поводу своего здоровья, они захотели изменить свой образ жизни к лучшему. И, конечно, очень важно, чтобы такое исследование не было самоцелью, а чтобы действительно были предприняты какие-то мероприятия, которые бы позволили защиту здоровья, сохранение здоровья студентов сделать системой в университете. Вот, например, как в МГТУ имени Баумана, там ведется постоянная работа. Конечно, у нас большой плюс в том, что бесплатная медицина, как бы ее не ругали, есть обязательно медицинское страхование, у наших студентов есть возможность всегда обратиться за медицинской помощью, там, в отличие от многих стран, где за это приходится платить. Но в то же время, конечно, нужно, помимо таких исследований, проводить исследования, связанные с тем, с позитивными практиками, что же все-таки можно сделать в наших вузах, чтобы работать с группами риска, чтобы сохранять то здоровье студентов, если оно достаточно хорошее, и какие мероприятия можно проводить для того, чтобы была благополучная ситуация, как с физическим, так и с психическим здоровьем, и с эмоциональным здоровьем. Вот, пожалуй, основное, что я хотела сказать. Спасибо, Инна Борисовна. И, наконец, третий дискуссант, научный сотрудник Центра социологии и высшего образования и аспирант Института образования Евгения Дмитриевна Шмилева. Коллеги, спасибо большое за доклад. У меня, в принципе, осталось не так много комментариев, потому что Наталья Геннадьевна в целом озвучила большинство комментариев, которые возникают при ознакомлении с материалом, но у меня больше всего вопросов возникает по поводу того, как вы выстраиваете вообще исследование, какова его цель, потому что мне кажется, что утверждение о том, что студенты оказываются в группе риска, вы используете скорее как предпосылку для отбора студентов в качестве эмпирического объекта вашего исследования, и, по сути, к этому выводу вы и приходите, потому что студенты оказываются в группе риска. Было бы интересно, если бы вы смогли показать, какие конкретно студенты оказываются в группе риска, используя какие-то индивидуальные характеристики студентов. И, по-видимому, у вас есть какие-то переменные, описывающие их индивидуальные характеристики. Например, у вас было на слайде о том, что вы использовали, вы спрашивали у студентов о том, работают ли они, какой уровень благосостояния у них, но вы пересекали этот вопрос только с общим вопросом об оценке, субъективной оценке уровня здоровья. Возможно, было бы интересно посмотреть, как распределение ответов на вопросы обо всех практиках завода о здоровье, о вредных привычках, различались в зависимости от различных индивидуальных характеристик студентов, в частности, от трудовой деятельности. И, возможно, вы говорите о том, что в РУДН какая-то часть студентов – иностранные студенты. Может быть, их тоже следовало бы отсеять из выборки, и это тоже как-то бы изменило бы результаты. И, в целом, еще, кажется, не хватает сравнения с какой-то еще группой студентов. Возможно, было бы интересно, если бы вы воспользовались данными РЛМС, которые упомянула уже Наталья Геннадьевна, и какие-то схожие вопросы взяли и рассмотрели ваших студентов в сравнении с студентами по России, с населением России аналогичного возраста, но не студентами, потому что их практики заботы о здоровье тоже могут отличаться. В целом, спасибо большое за исследование еще раз. Спасибо. Спасибо, Евгения Дмитриевна. И у нас теперь есть возможность для аудитории уже высказаться не в режиме вопросов, а развернуть комментариев к докладу. Пожалуйста. Смирнов, Никита Константинович, Академия повышения квалификации. Ну, у меня довольно сложное отношение к выступлению. Вот, оно дало массу, так сказать, мыслей для дальнейшего анализа. По крайней мере, да, я не буду особенно останавливаться на такой общей мантре о том, что да, здоровье – это важно, необходимо его изучать, что здоровье нашего населения и студентов неблагополучно, ну и так далее и тому подобное. Да, это совершенно очевидно. Вот. Ну и нельзя при этом не сказать, что, конечно, во многом здоровье и детей, и подростков, и молодежи во многом зависит от тех знаний в отношении здоровья, той культуры здоровья, которым в значительной степени не хватает. И нехватка вот этой компетентности в вопросах культуры здоровья отмечена, кстати говоря, и у вас на некоторых слайдах. И, наверное, в этом смысле полезно, вот как сейчас коллега только что сказала, полезно обратить внимание и руководство вузов, и РУДН там, наверное, и, может быть, МГУ, да, на то, чтобы вот эту работу, направленную на формирование культуры здоровья студентов, как-то эту работу проводить. Ну, почти вот, касаясь вот той презентации, которая представлена, почти по каждому второму слайду, если не по каждому первому, могут быть поставлены вопросы, на которые найти ответ как бы здесь не удалось. Потому что откуда там брались эти материалы, в смысле эти данные, есть ли какая-то научная основа подоплёка для этих данных. Ведь исследований, посвящённых здоровью студентов, очень много. Я помню, этим занимался ещё там в 80-е годы. Вот, ну и, сказать, было проведено огромное количество анкетирований на эту тему. Да, и действительно, ведь хорошо известно вам, социологам, уже в первую очередь, я всё-таки врач и психолог, а вы социологи, вот вам хорошо известно, что очень много зависит, там, на 50 примерно процентов, результаты социологического обследования, зависят от того, как организовано социологическое обследование, да. Вот, одно дело, когда просто сунул респонденту анкету, да, он где-то её заполнил и отдал, другое дело, когда это организовано всё там в аудитории, когда это проходит под контролем социологов и так далее, и так далее. Каков анкет, таков и ответ. Да, известная вам хорошо такая полушутка. Поэтому здесь мы не получили, я, по крайней мере, не получил представление, как это всё проводилось. У меня впечатление, что это проводилось всё таким непонятным образом. Анкету дали, а потом там сегодня или завтра, или после лекции получили результаты этого анкетирования. Я не говорю о целом ряде таких несуразностей, касающихся там употребления алкоголя, касающихся вот смертности от табакокурения и так далее, и так далее, которые, конечно, недопустимы даже для выступления там на третьем курсе вуза, для, вот, скажем, для выступления студента там в студенческом научном обществе. Ну, ещё, наверное, поэтому на каждой, по каждому слайду, повторяю, можно было бы там задать много и много вопросов. Конечно, очень жаль, что, я об этом уже спрашивал, очень жаль, что это исследование не проводилось хоть каким-то минимальным участием медиков, потому что всё-таки это медико-социологическое исследование, да, и определённый взгляд медикам помог бы вам сделать это исследование, по крайней мере, уменьшить количество вот этих ляпов, которые, на мой взгляд, были здесь допущены. Тем более, что в Москве это сделать достаточно просто, и было бы достаточно корректно, тем более в таких вузах, как ваш или там МГУ и так далее, и так далее. Я также, так сказать, соглашусь вот с мнением коллеги-оппонента, которая говорила о том, что в ряде московских вузов эта работа, связанная со здоровьем студентов, поставлена на очень высоком уровне, действительно, в этом смысле там Бауманг один из, в этом смысле, таких лидирующих вузов, вот, в котором там и валилогические программы давно проводятся, и очень успешно. Я, к сожалению, большому не знаю, насколько это успешно проводится в вышке, но думаю, что на достаточно тоже хорошем уровне, потому что даже взять какой-то любой отдельный вопрос, например, касающийся количества времени, там, затрачиваем студентами на ночной сон, да, это тема для отдельного исследования, почему студенты там, скажем, недостаточно спят, почему, как вы это заметили, там, скажем, девушки спят больше, чем мальчики, да, и так далее, и так далее, это все тема для дальнейшего, более-менее углубленного исследования. Ну, так сказать, заканчивая свое вот это короткое выступление, я скажу, что когда упомянули о том, что это исследование было сделано на основе, было таким межнациональным, да, и на основе той анкеты, которые были предоставлены нам, как одной из развивающихся стран, тогда все становится во многом понятным, вот, но встает тогда вопрос, была ли достаточно адекватная адаптация этой анкеты для нашей страны, и о том, что все-таки, да, конечно, мы к большому сожалению относимся к группе развивающихся стран, но, тем не менее, медицина у нас, общий уровень культуры и образования, все-таки у нас не на уровне, там, Замбии, Мозамбика и так далее, и так далее, хоть мы и страна развивающаяся, и в этом смысле, я думаю, что и подобного рода анкетные исследования должны быть все-таки на уровне развитых стран, а не развивающихся стран. Ну, я от души желаю вам продолжения этой работы, может быть, на более качественном и более комплексном уровне. Спасибо. Спасибо. Есть ли еще комментарии, развернутые? Может быть, еще вопросы? Да, Елена Семеновна. Спасибо большое. Я, конечно, хотела поблагодарить коллег все-таки за достаточно интересные своевременные исследования. Конечно, проводятся немало исследований, и, безусловно, есть и с чем сравнивать, и какой-то контекст исследований. Тем не менее, в этом исследовании для меня очень важна именно сфокусированность на представлениях студентов, не на том, что на самом деле, и какое у них здоровье, и как они живут и ведут себя, а о том, что они думают об этом самом, насколько действительно происходит становление новых ценностей или не происходит. И вот здесь вот мне как раз показалось, что встроенность международных исследований немножко ограничила авторов, потому что действительно это, наверное, было такой согласованной методикой, но те риски и те представления о отношении к себе самому, к самоценности вообще самого себя, они как бы немножко остались, я бы сказала, в старых рамках, выпали из новых требований. Вспоминаю исследование Александра Гаспришвили, которое провел в 2004 году в МГУ полностью по анкете 1904 года, тоже студентов МГУ, и этот столетний разрыв позволил показать, что действительно тогда студенты пили намного больше, курили меньше, напитки были гораздо крепче, причем это были студенты, ну, конечно, только мужского пола со всей царской России, со всей империи. Действительно, МГУ выполнял роль очень серьезного такого социального перемешивания и социального лифта, чего не было уже в 2004 году, потому что там учились дети из семей с очень высоким социальным капиталом, из семей, где оба родителя с высшим образованием, а то и кандидаты доктора наука, в основном, кстати, на 70% москвичей. Но вот эти вот вопросы остались теми же, курение и алкоголь. Вообще говоря, мы пережили несколько, я бы сказала, кризисов, именно студенческим, это и, я не знаю, изжили ли мы их еще или нет, это все-таки наркомания, а вовсе не алкоголь и курение, очень серьезное ее влияние распространения именно в студенческой молодежной семье, это склонность к очень рискованным и экстремальным видам деятельности, это не только спорт, но и всех остальных, которые здесь тоже совершенно не прозвучали. Осталась ли на той же самой степени неприемлемость, определенная рискованность, или она все-таки сдвинулась, что подчеркивает самоценность вообще человека, его здоровье, его отношение к самому себе. Мне тоже кажется, что это очень важно. Плюс к этому, кажется, довольно заметно изменились и семейные установки. Вспоминаю профессора Майминес у нас в университете, его курс со второго постепенно переместился на пятый, и он всегда на пятом курсе любил спрашивать студентов, кто работает и кто женат. Ну и когда мы учились, это были 70-е все-таки годы, как ни странно, ну более половины, если не 70% студентов были к пятому курсу уже женаты или замужем, и работали буквально не более 10-15%. Уже в 90-е годы картина перевернулась, вот те самые 10-15% в лучшем случае были женаты или замужем, а работали 80-90% студентов к пятому курсу когда-нибудь. И в этом смысле действительно студент, он перестал быть студентом-очником как таковым, мне кажется, изменился сам стиль жизни, это и работа, и учеба, и это колоссальным образом влияет для него на ценности его здоровья, для него самого. Поэтому исследование, мне кажется, очень важным и очень интересным. Именно в изменениях культуры восприятия самого себя, своей ценности, мне кажется, что очень интересный был отмечен факт, что такое внимание к спорту, правильному питанию, может быть, подверженному даже модой, оно, тем не менее, все-таки акцентирует внимание на действительно таком физическом здоровье по сравнению с другими. Ну и еще, что хотелось бы, может быть, в этих представлениях увидеть и понять, насколько здесь есть мода, исследование за модой, насколько влияет окружение, в этом смысле поведение других, что особенно важно, может быть, для тех ребят, которые приезжают учиться в Москву, которые меняют всю свою социальную среду, вынуждены заводить новые социальные связи и знакомства, и насколько для них гораздо более серьезно становится включаться в те стили поведения, в том числе и отношения к здоровью, по сравнению с теми, кто здесь все-таки жил. Какой здесь риск появляется, следование своим ценностям или приобретение новых каких-то ценностей, новых установок, и чем готовы рисковать те, кто так радикально меняет свой стиль жизни, приезжая учиться не просто в какой-то крупный город, но в столицу, безусловно, со своими ритмами. Поэтому я бы была заинтересована вот в буквальном смысле слова продолжением и расширения этого исследования, включением вот каких-то новых факторов именно в представление, именно в мировоззрение, вовсе не в реальное поведение, это другое исследование. А вот в мировоззрение студентов, в их отношении к своему здоровью, это, мне кажется, действительно очень интересно, поэтому хотелось бы поблагодарить коллег и вузы, прямо скажем, очень знаковые, которые выбраны. Я понимаю, что действительно за основу было взято вовсе не то, чтобы их сравнивать между собой, а просто опора на те возможности исследования, которые позволил себе и РУДН, которые позволил себе и МГУ, и, конечно, были ограничены и международными методиками и встраиванием международных контактов, что само по себе очень важно. Но мне казалось бы, что здесь большое значение имеет еще и, может быть, дальнейшее продолжение углубления исследований, которые могли бы здесь нужны, и включение других групп, в том числе, наверное, и для ДН, и для МГУ, но тут, может быть, и Бауманка действительно включится, как очень серьезный вуз, который там удовлетворил, возможности для тех ребят, и их отношения к себе, к здоровью, которые с самого рождения, может быть, этим здоровьем не отличались. Я знаю, что вот и Жанна Васильевна очень много занимается не только в Москве, не только студентами, но и ребятами по всей стране, у которых ограничены возможности здоровья, и здесь сопоставить представления разных групп студентов, разных групп детей о самих себе просто, если одним посчастливилось быть здоровыми, а другим вот с какими-то ограничениями в этом. Большое спасибо еще раз хотелось высказать. Спасибо, Елена Семеновна. Поскольку наш семинар транслируется онлайн, нас видят и слушают коллеги из регионов, и вот из Югорского государственного университета в Ханты-Мансийске коллеги благодарят докладчиков за интересное выступление, и отмечают, что их студентов интересуют особенно вопросы, связанные с психическим здоровьем и поддержанием стрессоустойчивости. Многие учащиеся по материалам их опросов говорят о необходимости специальных лекториев, тренингов и других программ развития навыков саморегуляции, и они даже задают вопрос, есть ли у докладчиков информация о разработке программ, направленных на повышение студенческой грамотности в сфере охраны своего здоровья. Ну, тут можно сразу ответить. Спасибо большое за вопрос. Я действительно согласна с тем, что было указано в этом вопросе, и по данным Всемирной ассоциации здравоохранения первая причина, которая оказывает влияние, первый фактор, отрицательно влияющий на состояние здоровья, это психоэмоциональные перегрузки во всем мире, и это достаточно известно. Но вот судя по тем материалам, которые получили мы, видимо, у нас благополучные вузы, да, и опять же мы опираемся на самооценку студентов. И вы видели, вот последнюю табличку, они достаточно хорошо, там целый блок идет, какие переживания вы испытывали за последнюю неделю, было ли у вас чувство одиночества и так далее. Нет таких сильных показателей, на которые нам стоило бы обращать внимание. Может быть, это связано еще с тем, что у нас идет в вузе достаточно плотная работа со студентами, связанная с их адаптацией, потому что в вузе обучается очень много иностранцев, очень много студентов из регионов, и поэтому, ну, это целенаправленная работа, есть кабинеты психологической разгрузки и так далее, то есть это уже ведется целенаправленная работа, видимо, поэтому у нас таких больших проблем с этим нет. Татьяна Николаевна, у вас был вопрос. Большое спасибо. У меня комментарий. Возможно, в будущих исследованиях имеет смысл включить вопросы, которые относятся к употреблению различных типов медикаментов, начиная от анальгетиков и антибиотиков, которым анальгетики могут вызывать привыкание, и заканчивая антидепрессантами, стимуляторами памяти и прочими веществами, потому что за рубежом сейчас потребление вот этих препаратов, оно возрастает. Неизвестно, как они потребляются в России, но за рубежом растет потребление, и это влияет на поведение, на то, как себя ведут студенты, как они себя ощущают, и не только на поведение студентов, и на взрослых. Есть даже сейчас вот уже шутки про микродозинг и прочие способы повышения производительности и креативности в условиях высокой конкуренции. Конечно, наверное, в России еще вот ситуация другая, но за рубежом вот эта тенденция, она, мне кажется, набирает обороты и будет дальше расширяться, к сожалению. Есть ли еще реплики, комментарии? Большое спасибо, Жанна Васильевна и Анастасия Геннадьевна за интересный доклад. Для нас, для Высшей школы экономики и нашего семинара это необычная тема. Разделяю добрые слова, которые Ирина говорила в ваш адрес, но, честно говоря, мне не хватило интерпретаций вашего исследования. Я больше по своему бэкграунду к администрации высшей школы отношусь. Мне, конечно, всегда хочется понять, а что мне порекомендуют. Вот исследование сделали. Для этого, конечно же, контекст необходим. Ну, часть уже называли. Контекстных показателей, которые могут влиять на самооценку студентов и мнение студента в своем здоровье, в своем, я бы не боялся слова, образе жизни. Поэтому, на мой взгляд, материал собран очень интересно, из него можно вытащить много исследовательских вопросов, которые уже на втором темпе посмотреть, что стоит за той иной цифрой. И мне очень важен вопрос динамики. Как меняется, чего и чем это связан, динамика. Потому что, ну, очень много тревожных сигналов идет. Тут, конечно, надо понимать, можно ли управлять этой ситуацией. Ну, это, повторяю, вы сделали первый шаг, теперь на кричах вашего исследования можно уже планировать и следующее исследование. Спасибо. Есть ли еще какие-то комментарии к Алине? Можно, да, еще пару слов. Хочется обратить внимание на то, что университетская среда – это очень важная среда для студенчества. И для многих студентов это становится основной средой, где он решает все свои вопросы. И от того, как университет будет относиться к студенту и реагировать на его вопросы, во многом будет зависеть жизнь студента и в студенческие годы, и, возможно, в дальнейшем. Особенно это касается приезжих студентов. И, опять же, я повторюсь, что, с одной стороны, вот сейчас Жанна Васильевна повторила позитивные ответы студентов по поводу эмоционального состояния. Но я хочу еще раз сказать, что более 10% – это те, у кого депрессивные состояния, отрицательные, постоянно. И более 10% – это очень и очень много. И много или мало, когда у нас самоубийства в университетах совершаются, достаточно одного случая, чтобы на это обратить внимание. Поэтому, конечно же, университетам надо обращать внимание на то, что происходит в УЗИ, на исследования, которые проводятся, и каким-то образом реагировать. Есть ли у нас еще желающие высказаться? Если нет, то тогда у докладчиков есть возможность заключительное слово произнести. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить с нашим исследованием. Опять же, повторюсь, что оно не единственное, которое проводится у нас в университете. Мы представили, и таким образом мы представили фактически часть той большой работы, которая проводится, связанная с исследованием жизни наших студентов. И что особенно хотелось бы отметить, большое спасибо за конструктивные замечания. Мы, конечно, их примем во внимание. Особенно мне понравилось замечание, связанное с потреблением анальгетиков, но я бы так сказала, с неконтролируемым приемом фармацевтических препаратов, потому что это действительно проблема не только для студентов, но и для России в целом. И, несмотря, скорее даже на Западе, такой проблемы не стоит, потому что все препараты продаются только рецептурно и по назначению врача. Здесь наша задача переломить эту ситуацию в России в целом, а начать легче всего, конечно, с молодежи, потому что все проблемы начинаются в голове, и перестраивать лучше то, что происходит в голове. Конечно, чрезвычайно важное это психоэмоциональное состояние, потому что даже по определению Всемирной Ассоциации, организации, извините, здравоохранения, здоровье – это прежде всего состояние полного физического, душевного и социального благополучия. И, опять же, я повторюсь, что психоэмоциональные перегрузки стоят на первом плане. И проблема психоэмоциональных перегрузок и связанных с этим проблем одиночества, покинутости, депрессии, болезни 21 века, самоубийство – очень важна. Даже могу привести такие данные, что среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет смертность по внешним причинам выше, чем от всех болезней вместе взятых. По внешним причинам. Так вот, среди внешних причин на первом месте стоят самоубийства, а на втором месте уже смерть в транспорте, ну, транспортные происшествия. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важная вещь, которую нужно решать. Что касается нашего ВУЗа, защищая его, опять же, могу сказать, что проводились у нас сравнения об отношении к здоровью российских студентов и иностранцев. Почему я сказала, что разница есть? Разница, опять же, в головах. Если определяют здоровье иностранные студенты как состояние социального, душевного благополучия, хорошего самочувствия и так далее, то наши студенты определяют это от противного. Здоровье – это отсутствие болезни. И в этом уже есть, ну, некоторое другое отношение, другая социальная установка. И, конечно, я очень благодарна за замечания, за критические такие пожелания. Мы примем их во внимание. Ну, есть некоторые вещи, которые, ну, не то что спорные, но дискуссионные. Я бы не хотела сейчас в это удаляться. Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. И тогда мне осталось только напомнить коллегам, что в следующий вторник, 6 марта, у нас выступит Бен Эклов с докладом «История имеет значение. Научно-исследовательский коллектив школы Эдуард Днепров и наследие педагогики сотрудничества, размышления включенного наблюдателя о российском образовании в его прошлом и настоящем». Сегодня спасибо большое всем. Коллеги, про Бена Выклафа. Просто реально он много работал в России, как раз Леонид Дмитриевичем Днепров в те годы. Ну, Валентин Николаевич помнит Шаулин Бена. Поэтому вот это живой участник того, что делал с 90-х годов. И сейчас он приехал к нам в Институт образования и работает в Институте образования с нашими магистрантами, аспирантами и студентами. Так что приглашаю на Бена Эклафа.